Оказать помощь жителям села Макок, оставшимся без жилья, поручил Дмитрий Медведев. При необходимости средства направят из резервного фонда правительства. Все документы должны быть подготовлены в течение месяца. Сегодня в Курской области премьер-министр встретился с дачниками. Какие проблемы волнуют их больше всего? Как выяснилось, в этом списке разорительные тарифы на электричество, разбитые дороги, за состояние которых никто не отвечает, бюрократическая волокита при подключении к газопроводам и энергосистемам. Подробности в репортаже Руслана Бекбулатова. Небольшая экскурсия по дачному участку в Садовом некоммерческом товариществе под Курском. Август лучшее для этого время. На грядках и в теплицах созрели овощи, одних только помидоров, 12 сортов, а фрукты можно есть прямо с ветки. Это вот... Красота. Яблок. Спасибо. Экологически чистые, мы не обрабатываем их ничем. Тогда мы будем есть. Пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо. Вкусные яблоки хорошие. Тех, для кого дача это и место отдыха, и способ обеспечить себя качественной продукцией, в России 60 миллионов человек. Владельцы участков отмечают высокий спрос на их продукцию. Сотки земли и большой урожай дает возможность заработать. И хотя сезон сбора урожая в этом году еще не закончился, курские дачники уже сейчас говорят, в этом году овощей и фруктов созрело слишком много. Избытков почти 50%. Реализовывать их хотят в собственном магазине, который планируют открыть прямо на территории садового товарищества. Эту идею Дмитрий Медведев поддержал. На встрече с садоводами говорили и о принятии нового закона, который должен регулировать деятельность садоводческих товариществ, что должно облегчить жизнь российским дачникам. Прежний закон действует почти два десятилетия. По словам Медведева, просто устарел. Планируется упростить процедуры подключения газопроводом и электросистемам. Зачастую волокита с документами затягивается на несколько лет. Решится вопрос с видами недвижимости. Садовый домик для сезонного проживания можно будет строить без разрешения. А в больших домах позволят оформить регистрацию, как в городской квартире или деревенском доме. Ранее своим решением это позволил делать Конституционный суд. Но в законе до сих пор нет конкретных правил выдачи прописки дачникам. Закон ведет порядок и в вопросе денежных взносов. Их будет только три вида. Вступительные, целевые и членские. В разговоре с премьер-министром один из садоводов пожаловался на дорогую электроэнергию. Люди даже в крохотных товариществах платят по городским тарифам. А они ощутимо выше сельских. Есть пример, например. Где-то тариф городской 3,96, а сельский 2,77. Проходит деревенская дорога с одной стороны СНТ, с другой стороны деревня. И зачастую порой они питаются от одной подстанции, платят жители деревни по сельскому тарифу, а участники СНТ по городскому тарифу. И это в большинстве своем в России. Региональные власти вправе устанавливать понижающие коэффициенты к этим тарифам, то есть устанавливать льготные тарифы, вплоть до тех тарифов, которые применяются к сельским жителям. Как рекомендацию такое решение было бы можно принять, чтобы руководители регионов и региональные энергетические комиссии приняли решение о приравнении садоводческих товариществ к сельским жителям. Во всяком случае, с точки зрения справедливости, мне кажется, это выглядит правильно. Электричество вообще в большинстве садовых товарищей, где нет газа, ресурс стратегический. Но при этом в энергосетях полный бардак, рассказали дачники. Линии строились в разное время, принадлежат разным организациям. Случай аварии концов не найдешь. Дмитрий Медведев заявил, такие энергосети нужно передать на баланс энергетических компаний, чтобы навести порядок. Большая проблема и подъездные дороги. По словам садоводов, на балансе у местных властей они повсеместно не числятся. Бесхозные дороги люди ремонтируют как могут, за свой счет. В нашей стране не должно быть бесхозных дорог. Как, кстати, бесхозных электросетей, подстанций. Потому что это просто не по-хозяйски, иногда просто даже опасно. Каждый регион должен для себя определенные планы иметь, каким образом он такие дороги вовлекает в оборот, каким образом он ставит на баланс. Конечно, с необходимым денежным сопровождением. Это, конечно, средства муниципального дорожного фонда. Во-вторых, это субсидии из вышестоящего бюджета. В данном случае, вышестоящим бюджетом является бюджет региона. Так, шаг за шагом, нам нужно эти дороги, естественно, вовлекать в обиход. Такого поручения я обязательно коллегам-губернаторам дам. Кроме того, Дмитрий Медведев дал поручение Минтрансу и РЖД проработать вопрос приведения в порядок инфраструктуры железных дорог, а именно железнодорожных переездов, находящихся на пути к садовым участкам. Затронули в беседе и проблему семян. Дмитрий Медведев назвал это продовольственной безопасностью страны. Задача номер один в масштабах страны, прямо скажу, это задача поддержки селекционного производства, селекции, генетики, естественно, семеноводства. Это сейчас у нас вошло в приоритет развития сельского хозяйства. Поэтому мы значительную часть денег по программе развития сельского хозяйства направляем на эти цели. Надеюсь, что в ближайшие годы все мы и просто аграрные предприятия и обычные садоводы, огородники получат нормальные семена, причем адаптированные, естественно, к нашим погодным условиям. И это тоже непростая задача, потому что у нас страна, как известно, немаленькая. Визит Дмитрия Медведева в регион прошел в канун знаменательной даты. 73 года назад закончилась Курская битва. Одна из самых тяжелых и кровопролитных. В ней участвовало около двух миллионов человек. В Курской земле покоится прах тысяч советских воинов. Огромное спасибо всем вам, конечно, всем, кого уже нет, за то, что было сделано. Не было бы того, что тогда вы сделали, вообще бы ничего не было. Нас бы не было, страны бы не было. Вот поэтому еще раз низкий поклон вам за все, что было сделано, за ваш беспримерный подвиг. Дмитрий Медведев изложил цветы к могиле неизвестного солдата. Руслан Бекбулатов, Иван Прозоров, Антон Ефремов, Василий Филаретов и Антон Чуковский. Первый канал. Курская область.